Девушки отдыхают Да ведь вы же представились студентами, когда мы познакомились Ну это вот они студенты Костя учится в рыбном институте На факультете икрю А вот Степа, который водку все время пил Он цирковом Да ты что? А на кого? На клоуна Здорово А ты-то сам чем занимаешься? Я-то? Я рабочий на фабрике Красный партизан Красный партизан? Да Что-то не похож Ну а что, ты поступать не стал? А меня бы все равно не взяли А что такое? Я демократ и диссидент И кстати, на учете даже состою Ну надо же Никогда не видел демократов и диссидентов Это я Пойдемте к нему в такому Нет, Костенька, нет Ну пойдемте, кое-что расскажу Нет Пойдем Тише, тише, тише Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Падай сюда Да, такие вот дела Поздно Очень поздно Что-то ты много пьешь Водка уже заканчивается Слушай, старик Сгони на Смоленку, а? Я тебе пять рублей дам На бутылку и на такси Тебе надо, ты изгоняй Можно тебя на минутку? Можно Послушай, отец, ты какой-то непонятливый Я тебе и так, и это Ты арифметику учил в школе? Комнаты две Две герлы Что из этого следует? Что? Домой тебе пора, вот что Чего ты именно на меня пора? Слушай, кто их исклеил в кафе? Я Кто с ней сейчас танцует, обнимается и целуется? Тоже я А теперь буду я танцевать, обниматься и целоваться Ты можешь домой идти Валяй Валяй Субтитры создавал DimaTorzok Уже тогда Владимир Ильич производил сильное впечатление своим знаниям марксизма. В 1895 году он объединил в Петербурге все рабочие марксистские кружки в союз борьбы за освобождение рабочего класса. К тому времени их было уже более 20. Так что там происходит? Я к вам обращаюсь, молодой человек. Там нет? Да, к вам. Что такое за звуки у вас какие? Встаньте. Как ваша фамилия? Моя-то? Ну не моя. Свою я помню. Полюбопытствуйте у студентов старших курсов, кто такой доцент Григорианц и легко ли ему сдать экзамен. Нарбеков. Нарбеков. Студент Нарбеков, я делаю вам первое и последнее предупреждение. С предметом истории партии шутить не надо. Понятно? Понятно. Садитесь и пишите конспекты. Ведь я рассказываю очень важные и очень интересные вещи. Под руководством Владимира Ильича Ленина Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса впервые в России начал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. В декабре 95-го года Владимир Ильич Ленин был арестован царским правительством. Но даже в тюрьме продолжал свою революционную борьбу. В тюрьме Владимир Ильич Ленин помогал союзу борьбы. Помогал своими листовками и брошюрами. В тюрьме он написал брошюру Остачков. Слышь, Тём, видишь девушку в белом свете? Ну вижу, и что? Ты её знаешь? Сути, я раньше у нас её не видел. Аниля Белецкая. Больше ничего не знаю. Так рабочий Бабушкин вспоминает о лекциях, которые проводил Владимир Ильич среди рабочих. А зовут-то её как? Кажется, Лида. Так кажется или Лида? Точно не нужно знать. Тебе надо, ты и знай. Так кто там шепчется? Нарбеков. Опять вы? Как ваша фамилия студент слева от Нарбекова? Всё. Встаньте. Молодцов. Не с того начинаете, товарищ Молодцов. Я запомню вас, студенты Нарбеков и Молодцов. Учтите это. Садитесь. А вы, Нарбеков, напомните мне мою последнюю фразу. Встаньте, пожалуйста. Значит, один рабочий вспоминал, как Владимир Ильич Ленин читал лекции в свободное от революционной борьбы время. Нарбеков, как же фамилия этого рабочего? Дедушкин. Дедушкин. Рабочий дедушкин. Что вы сказали? Рабочий дедушкин. Немедленно покиньте аудиторию, Нарбеков. Ваши хаханьки вам даром не пройдут. Лекции по истории партии – это не место для фарса, который вы здесь устраиваете. Понимаешь, старик? Но чтоб тебя не облапошли, нужно внимательно смотреть в женах строчку. Но ты ниже пригнись, стёк. Нужно знать такие вещи. Видишь? Никаких висящих и торчащих вахромой ниток. Это верный признак того, что не самострол. А как сидят, а? Смотри. Настоящий урагер. Я бы тоже такие взял. Сколько ты за них отдал? Семьдесят. Семьдесят? Но ты дешевле нигде не найдёшь. Ну, это понятно. Маня-то где взять? Не знаю, старик. Продай что-нибудь. Да что я продам, Серёж? У меня нет ничего. Ну, книги-то дома есть? В бакинистическом деньги на руки выдают. Я езжу туда иногда. И что, над жены может хватить? Есть книга хорошая, она всего хватит. Ты меня можешь тогда с собой взять? Ну, когда в следующий раз поедешь. Конечно. Какие вопросы? Привет. Привет, Степ. Девушка, остановитесь. Вы нарушили правила дорожного движения. Испугались ли? Я не Лида, я Люда. Извини. Ну, ничего. Подумаешь, имя перепутали. Давай на ты, мы же всё-таки однокурсники. Ну да, давай. Короче, я хочу искупить свою вину и пригласить тебя в кино. Не знаю. А на что? В художественной. Там идёт Иван Васильевич меняет профессию. Ой, девчонки смотрели. В таком восторге. Но говорят, билетов не достать. Уже достал. Вот. Решайся. Пошли. Пошли. Привет. Привет. А ты когда к нам привелась? Да вот, недавно. Папе в Москве квартиру дали. Я привелась сюда учиться. А ты из Москвы? Да. И родился здесь? Да. Ого. Смотри, что тут творится. Папа, нет лишних денег? Нет. Нет. Эти кинокадры были сняты на улице. Столицы в столице Чили-Сантьяго в день военного путча. Мятежники, действуя в сговоре с внутренней и внешней реакцией, развязали в стране фашистский террор. Они ворвались во дворец Ла-Монеда, предательски расправились с главнокомандующим вооружёнными силами президентом Сальвадором Альенде. В Московском государственном педагогическом институте имени Ленина митинг протеста против преступлений чирийской военщины. Наш народ, выражая свою солидарность с борющимися патриотами Чили, полностью поддерживает и одобряет решение советского правительства прервать дипломатические отношения с Чили, где власть захватила кровавая хунта. КРИКИ 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 Вот здесь я живу. КРИКИ Понятно. КРИКИ 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 Хочешь, давай зайдём? КРИКИ Ну давай. КРИКИ Пойдём. Ух ты! Какие у вас хорошие книги! Угу. Родители собирают. Здорово. А ты знаешь, сколько стоит Том Булгакова на чёрном рынке? Нет. Сто рублей. Ничего себе. А кафка у меня тоже был. Только я его махнул на два билета на неделю французское кино. Люда? А? Давай здесь на стол накрывать? Давай. Помогай мне. А ваши родители, Серёжа, где работают? Мама по профессии историк, отец тоже. Они вместе учились на одном курсе в МГУ. Но он с нами уже лет восемь не живёт, у него другая семья в Новосибирске. Да мы и не общаемся с ним совсем. А дед, мамин отец, академик Охотский Павел Сергеевич. Так это ваш дед? Да. Ну, конечно, я слышала о нём. Известный археолог. Востоковед. Можно я его с Булгакова возьму? Я мастера Маргариты не читал. Конечно. Вот, возьмите. Спасибо большое. Ну, сейчас будем обедать. Красивый вид, правда? Ничего. Тебе не нравится? А я люблю по вечерам стоять у окна. Смотрю, смотрю. Кругом многоэтажные дома, огоньки. А из нашего окна здания было видно. А тебе какая музыка нравится? Ты любишь Битлз? Конечно. А у меня дома есть фирменный диск. Эбэй Род. Хочешь принесу? Послушаешь? Конечно, принеси. А ты знаешь группы Роллинг Стоунс, Пинк Флойд, Дип Пёрпл? Ну, честно говоря, неважно, ведь их же не достать. А когда у тебя день рождения? 20 ноября. Мне 18 лет исполняется. Понятно. А мне три месяца назад исполнилось. Ого, старик. Ты что это? Всю домашнюю библиотеку приволок? Откуда я знал, что брать-то? Ладно, пошли. Подожди. Что? Посмотри. Зачем? Мало ли то, не то. Да там все скажут. Тебе посмотреть, что ли, сложно? Хорошо, давай. Энциклопедический медицинский справочник для военных фельдшеров. А что? Вручить солидно. Гарри Зихровский. Индия осушает свои слёзы. Сильно. Как думаешь, сколько за него отвалят? Не знаю, старик. На четвертак может потянуть. Слушай, а вы что, всё это читаете? Предки читают. Я про Индию начинал. Ну и как? Интересно. Давай, иди первый. Почему? Новичкам везёт. Так, четыре двадцать в продажу. За вся? Нет, за эти две. Цемент Гладкова и гидроцентраль Шагинян. Остальные что, не подходят? Остальные не подходят. Что у вас, младой человек? Здрасте. Здрасте. Так, эту не примем на небиблиотечный штамп. Так, за эту четыре в продажу. Эту отнесите в магазин иностранной литературы, но не уверен, что её там примут. Вот ещё есть. 110 в продажу. Где книга «Описание народов»? Она здесь была. Здесь. Ну а я откуда знаю? Зато я знаю. Ты таскаешь дедовые книги и продаёшь их в баконистических магазинах. Вот откуда деньги. Чего я не таскаю? С чего ты взяла? Я давно подозревала. И когда пропала эта книга, и когда у тебя появился джинсовый костюм, и когда ты стал постоянно возвращаться домой пьяный, и когда я в твоей комнате нашла несколько ресторанных счетов, ты по отцовской тропинке решил пойти, так? А ты отца не трогай. Думаешь, я ничего не знаю? Что ты знаешь? Да всё знаю. И про поездку твою на юг, и про Феликса. Молчи. Замолчи. Ни черта ты не знаешь. Дай мне то, что хотел положить туда. Да ничего я не хотел. Я просто... Обыскивать тебя. Я жду. Вот так. И эти деньги я деду отдам. Они ему принадлежат. А ты можешь почитать Снегурочку. Что, ты? Не надо было. По литературе задали. Я открыл, а тут как раз мама. Я б тебя сейчас так влепил! Здорово, старик. Здорово. Чего звонил? Деньги по зарезу нужны. Сто рублей. Ну или хотя бы семьсто. Зачем? Да плас хочу себе взять. Роллингов или Пинк Флойд. У меня были деньги, мать забрала. Понимаешь, старик, я себе музей мог взял. Сам еле рассчитался. Мы же рок-группу сколотили. Нормальное название? Дай пробью. Ты Волокнинского знаешь? Ну? Чувак на гитаре просто бог. У Шульца барабан, усилитель собрали, колонки купили. Место нашли. Все. Серега, наше дело в шляпе. А играть кто будет? Ну как это? Волокнинский соло, Ваашурин ритм, Шульц барабан. Я на басухе. Та-та-да. Та-та-та-да. А, все собрались, Сережа. Ну что, может по пивку? Я угощаю. Пошли. Слушай, а ты ж не умеешь играть. Кто не умеет? Ты не умеешь. Я уже два дня играю. Ну два с половиной сегодня утром. Да. Ого. Смотри какая толпа. Да ладно, протыримся как-нибудь. Так, что тут у нас? Куда намылился? Да посмотреть. Что смотреть? Давай дуй в конец очереди. Ладно, ладно, что ты ветками своими машешь? Козел. Обнагрели совсем уже. Слушай, старик, у меня у однокурсника Пинфлойд есть. Хочешь возьму, послушаешь, перепишешь. Да не, мне подарок нужен. Кому? Да, гирле. Да ладно, гирле. А не хочешь ей журнал подарить? Какой? А вот, Джоли Бирс называется. Последний выпуск. Чего ты? Недорого, всего червоне спрашивают. Ты что, спятил что-нибудь? Ну не хочешь гирле, возьми себе. Говоришь, денег у меня нет. А, да. Ну ладно, я тогда его Шульцу за двадцаточку продам. Правильно, продай Шульцу. Пиво кончилось. Ну как кончилось? Что ты будешь делать, Сережа? Совет-сервис. Смерть и разрушение сеют варвары двадцатого века. Альниканские адвесторы на земле Вьетнама. Алло. Сейчас. Где этот тебя? Меня? Кому это я вдруг понадобился на всем белом свете? Скажи, он умер. Он умер. Спрашивают, когда? Когда? Скажи, две недели назад. Две недели назад. Спасибо, всего хорошего. Сереженька, дай мне, пожалуйста, горячего чая. Я не Сережа. А кто ты? Я Миша. Правда? Очень похожа на Сережа. Алло. Да. Добрый день. Что? Кто вам сказал? Нет. Нет, вы просто неправильно поняли. Он сейчас подойдет к телефону. Папа. Может быть, хватит чудить? Возьми-ка трубку. Да. Алло. Это я, да. Живь-здоров. Угу. Но прийти не могу. Я болею. Болею я. Миша, вот ты соображаешь иногда вообще, что ты говоришь? Соображает он. Как же. Папа, я не пойму. Что за шутки опять? Объясни. Дай мне чаю. Дай горячую, пожалуйста. Я опаздываю. Пожалуйста. Меня ждут. Сергей, сделай деду чаю и побудь дома. Останешься без гулянки сегодня. Не на что гулять-то. И хорошо, что не на что. деда-то я хотел тебя спросить. Давай я спрошу. Это старушка? Это кто? Твоя родственница? Какая родственница? Это же Агата Кристи. А ты что, знаком с Агатой Кристи? Отлично знаком. Более того, эту фотку делал я. Ее муж был археолог, и мы часто встречались в Лондоне, потом в Индии. Ничего себе. Ты знаешь, Серега, мне вот Лариса деньги дала, говорит, это для тебя. А зачем мне эти деньги? Возьми. Я уже дал Миши на футбольный мяч, а это тебе совсем на другое. Я даже знаю, на что. Спасибо тебе, дед. Огромное спасибо. В смысле? Какой треснок? Что треснок? Я открываю, он треснок. Это я же не искать. Все скажут. А самое, что у тебя треснок? Джей, не ждем. Классный треснок. У тебя все треснок. Берей за 50. Преображенки-то, вы как гуглищи. Снеполтинник, последняя цена. Поехали. Старики, мне диск нужен. Пинк Флойд. The Dark Side of the Moon. Не поможете? Ты чего, парень? Мы вот так, свежим воздухом дышим. Какие диски? Ой, не лепи ты мне. Что, он пацан, что ли? У тебя нет, так скажи, у кого есть. Мне пласт нужен. Да кто тебе лепит? Ты вот что, вон, видишь, парень? Он вроде бы чем-то торговал. Ну, подойди, поспрашивай. Ну, что там у тебя еще? Смотри. Мне сказали, у тебя диск есть? The Dark Side of the Moon. Откуда? Контрабанды не держим. А что есть? Тухманова хочешь? Мой адрес, Советский Союз. У меня лишний есть. Один маму купил, другой папа. Тебе недорого уступили. Да нет, не надо. Бабушке его подари. Слышь, чувак, ролики нужны? А что, есть? Тихо, тихо. Не шебуршись. Готс хэт суп. Есть. Ого. Последний альбом? А он же только в августе вышел. Тихо. Раз говорю, значит, есть. Ну, что, берешь? А сколько? 80. Дороговато. А ты что хотел? Он месяц назад руб 20 стоил, а я тебе за 80 даю. Мани срочно нужны. Не могу дешевле взять. Понимаешь, нет у меня с собой 80. Сколько есть? 70 рублей есть. Ха-ха. Чувак, 70 рублей, ты откуда? Новый класс, фирменный английский. Так, подожди. 70, ты ебаный. Так, ага. Вот еще 5 рублей есть. Короче, 75 даю. Иди сюда. Диск покажи. Ну вот. Фирма, смотри. Альё, сам видишь. Да и я посмотрю. Ну, что смотри, смотри. Вон лейбл, упаковка. Все окей. Глухая фирма. Чего еще, а? Эдик, мусора. Где? Да вон, справа, из кустов ползут. Твою мать. Ну, что, берешь? Да не тяни ты. Видишь, вон, дела какие делают. Сейчас разгонят всех, никто ничего не получит. По рогам, если только. Ладно, беру. Ну, давай, Мани. Так. Слушай, ну рубль-то у тебя, во, это, совсем рваный. Его нигде не примут. Ни копейки больше нет. Ладно, хрен с тобой, беру твои рваные. Пошли, пошли отсюда! Форца проклятая! Давай, давай! Тихо, 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 тихо. Привет. Привет. С днем рождения тебе. Спасибо, Сережка. А почему ты не захотела прийти вечером, когда соберутся все гости? Да ну, придут они, твои родственники. О чем мы с ними будем говорить? Мы лучше с тобой вдвоем посидим, отметим. Ну, проходи ко мне. Это тебе. Это что? Дис Роллингов. Последний. Три месяца назад вышел. Сережа. Ведь он, наверное, очень дорого стоит. Да не бери в голову. Честно говоря, я не знал, что тебе подарить. Хороших книг у тебя и так полно. А что еще? Это ты? Наши дети. Наша с мастер-сустрель? Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Чайковского исполняют, да? Эдик, сволочь! Подсунул? А ты знаешь, а я люблю Чайковского, правда? И даже больше, чем Роллингов, да. Так что это отличный подарок. Ну, правда. Спасибо. Спасибо. Видишь, басиста? Ага. Мой друг Костя Денисов. Мы с ним вместе в одном классе учили. Здорово. Да. Здорово играешь, правда? Ну да, классно. Всем спасибо. Первые 15 минут. Привет. Здорово, старик. Знакомьтесь. Люда. Костя, очень приятно. Очень приятно, Люда. Извини, слушай. Люд, мы ненадолго. Да, ненадолго. Сейчас придем. Сейчас. Здорово, старики. О, привет. О, здорово, старик. Пошли с нами. Куда? Пойдем, пойдем. Вы шульца знаете? Классный мэн во Вьетнаме воевал, фантом сбил. Как это сбил? Да вот так, извините, как долбанул. А это что? Как че, дурь. Держи, старик. Я не буду. Че, ты попробуй. Ты че, наркоман что ли? А мы что, наркоманы что ли? Просто веселее будем. Мне и так весело. Да и черт с тобой. На, Серега. Да пошел. Не заложен? Нет, твой парень. Смотрите. Ну как? Нормально. Нормально, значит, плохо. Побольше затянись с придыханием. Понял? Чуваки, смотрите. Орел сидит и крыльями хлопает. Видите? Да нет. Ничего не вижу. Вижу, Шульц. Только это вроде не орел, а паук какой-то. Да вы че, охренели что ли, сволочи? Там же на весь коридор воняет. Сейчас вот загребут всех чертовы матери и меня вместе с вами. Все, тушите быстро. Давай на сцену. Сгинь, мираж. Кылья. Продолжение следует... 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 Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сказали, что вы наш новый педагог по старославянскому языку. А у меня к вам ряд вопросов. А я что, похожа на педагога по старославянскому языку? Очень. Я не педагог. А кто же вы тогда? Студентка первого курса. Значит, будем учиться вместе? Значит, будем. Значит, мы можем на ты? Значит, можем на ты. А как тебя зовут? Катя. А меня Сергей. А ты откуда появилась? За отчество перевелась. Мне очень правильно поступило. У нас вот хорошо, весело. Сядем на паре вместе? Сядем. Тема сегодняшней лекции – былин. Традиционный былинный эпос – одно из самых значительных творений русского народа. Выражение его высоких духовных качеств. Сознание великой мощи, непреодолимой жизненной силы нашего народа пронизывает весь былинный эпос. Оно нашло свое яркое отображение в исполинских образах богатырей, в их стойкости, храбрости, несокружимой силе и сказочных героических подвигах. Решающее значение для выработки сознания непобедимости нашего народа имело в эпоху феодализма оборона Родины от степных кочевиков, достигшее высшего напряжения в эпоху татаро-монгольского фига. Главной исторической основой этой былины является противостояние монгольскому нашествию. Кавен царь хочет разорить достойный Киевград, чернить мужиков-то всех повырубить, божьи церкви все на дым пустить. Убери ногу. Я в мириться пришел. А я с тобой не ссорилась, я просто видеть тебя не желаю, вот и все. Класс! Отец недавно купил, почти новое. На ней дипломат раньше ездил, они сам понимаешь следят. Садись. Люк, старик, это тебя не Жигули. Слушай, предки в отъезде? Так как? Давай съездим в одно место. Да хоть два. Я в полном вашем распоряжении. В нашей институте гадает на Фрунзицу. Просто. Черт! Прости, это с непривычки. Меня отец только на даче разрешает водить. У тебя права-то есть. Обижаешь, старик. В путь! Серега, о чем мы в твоем институте забыли? Да с Людкой я поссорился. Понимаю. На лимузинник не хочешь подрулить? Правильно. Проверял. Только знаешь, что я тебе скажу? Женщины, вообще-то, существа крайне бестолковые. Стой! Тормози! Что такое? Разворачивайся быстро! Где она? Вон она, вон! Вон она, вон! Что? Цыла, бабулька! Жива-жива-жива! Задавили! Пижон и бабушку подавили! Молчать, свидетельцы! Ни ваша бабулька, ни вам судили! Это вообще, моя бабушка! Мы за ней приехали домой офисеть. Садитесь, бабулька! До свидания! Все, банками не маши! Ага. Наша бабка! Все, 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 банками! Отойди от машины! Вы, бабулька-барабулька, про, между прочим, разбили человеческое счастье. Нас посчитали за пижонов и дешевых фруеров. Простите, милый Христос Радин. Ладно, едем куда? Марион Ильич. Я ушла. С тобой все хорошо? Да, все нормально. Ладно. А ты куда? У меня встреча. В институте? В институте. Дед. У меня к тебе просьба. Какая может быть ко мне просьба? Ты можешь позвонить Галине Александровне? Кому? Ну, Галине Александровне Казанович. Зачем я к тебе? Он, аж работает в Академии наук. Ну и что? Хочешь в Академики влезть? Там и без тебя слов хватает. Нет, мне нужно два билета в театр. Ну и какая проблема? Иди в театр, купи в кассе, все. Да нет, дед, ты не понял. Ну, объясни. Понимаешь, есть такой театр на Таган. Так. Туда билетов не достать. А она может. И тебе не откажет. Еще бы мне отказал. Ты что? А чего так увлекся театром? Тут не в этом дело. Я с девушкой поссорился сильно. Да, бывает. Лет пятьдесят назад я тоже сильно поссорился с девушкой. Мне показалось, что она отдает предпочтение другому. И мы были вынуждены выяснять отношения на дуэль. На дуэль? Дрались на шпагах на пустыре. А шпаги где взяли? Ну тогда с этим проблем не было. Ну и кто кого? Я спрашиваю лишь. Я выбил шпагу из рук этого мерзавца. Не добил, потому что разняли. А если б не разняли? Убил бы. Ну а насчет билетов то что? На каких билетах? Я же говорю, я девушку хочу сводить в театр. А, да. А девушку как зовут? Люда. Люда. Мою первую любовь тоже звали. Людмила. Давай телефон. Однажды всю ночь напролет я читал для нее Гумилева. Чудная была ночь. И далеко стреляли. Какие-то люди бегали с винтовками в руках. Орали друг на друга. А нам это не мешало. Здравствуйте, дорогая Галина Александровна. Это я, да. Да вы что, я жив-здоров. Да. Спасибо. У меня к вам большая просьба. Вот у меня внук Сережа просит помочь ему попасть в театр на Таганке. Рабочий. Рабочий дедушка. Ой, слушай, а нам тоже задавали конспектировать? Ну, отказали до 80, да. Привет. Привет. Слышишь, Степ, тебя в деканат вызывают? Зачем это? В Берлин, вроде, хотят тебя послать. На студенческую конференцию. А почему меня? А кто доклад делал по безработице в Англии? Ну я, и что? Ну вот. Иди давай, они сказали срочно. Блин, конференция. Фигня какая-то. Чего это он вокруг тебя бьется? Ничего он не бьется. У нас с ним общие интересы. Какие у вас могут быть общие интересы? Это тебя не касается. Ладно. Слушай, если вы знаете, что я принес, поцелуешь меня 30 раз. Идет? Какой это стать? Ты договорились? Да ну тебя. Говори, что хотел сказать и все. Это что? Два билета на таганку. На Гамлета с Высоцким. Ой. Целуй. Так, мы в Кубе не договаривались. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что? Когда едешь? Съездим. У тебя сейчас так съездим. Взяли, наверное. Наверное. Пять. Пять. Шесть. Мам. Ты чего? Ничего. Ты галстук умеешь завязывать? Нет. Вот отец твой умел. Всем галстуки завязывал. Ну куда ты собираешься? В театр вечером. А ты надень белую водолазку, тебе идет. Принеси, я поглажу. Сережа, послушай. Сядь рядом. Ты понимаешь, если... Если со мной что случится, ты станешь самым главным человеком в семье. Что случится? Ну, мало ли. Возьму да замуж, выскочу. Уеду от вас. Очень смешно. Ты мне это хотела сообщить? Нет. Я хочу, чтобы ты обещал, что ты не бросишь деда с Мишкой. В каком смысле? В прямом. Что бы ни произошло. Ты чего? Ничего. Просто обещай мне. Обещаю, если ты хочешь. Мам, ты прости меня. За что? Ну, за то, что я сказал насчет вас с отцом. Не думай об этом. Какая странная птица. Это твой отец на раскопках древнего харизма нашел и подарил мне. Ты знаешь, древний харизм. Город ветров. Исчезнувшая империя. Ее открыл твой дед. Красиво. Да. Да. Скажем. Звук. 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 Але. А, Коч, привет. Вер, хорошо, давай, через двадцать минут в дворе, да, я за Степу зайду, давай, давай, пока. Здоров. Привет, старики, я вижу, вы настоящие друзья, юрист по первому зову, объясняют ситуацию. Сейчас идем кулак низкому и бьем ему морду. А за что? Я че-то не понял. Этот слезняк взял нового бас-гитариста, тихушный, бездаря, фирюга. Забери гитару у него и все. А кто ему в морду поганую плюнет, Сережа? Говорю же, подстраховать меня нужно, там все против меня, даже Шульц. Так мы что, к нему домой, что ли, пойдем? Нет, буревестник, они там репетируют. Не объяснишь мне, что толком? Мы взяли нового гитариста, что с того-то? Ты че, перетрухал, что ли? Если бы вы меня позвали, я бы лишних вопросов не задавал. Я готов. Да я тоже, только… Что только! Иди, иди домой к маменьке под крыло, Дон Эстебан! Если ты ко мне еще раз обратишься… Пойду я! Да вперед! Пойду я! Пойду я! Пойду я! Здесь. Не успели еще слинять шелупой. Вы слышите? Нет, вы послушайте. Этот стон у них песни зовется. Волохнинский, заткнись, уши вянут. Ты что пришел-то? За гитарой пришел? Забирай, ведь отдай ему гитару, мне через месяц новую привезут. Нет, Слинтей, ты так просто не отделаешься. Сейчас твои очки на затылок залезут. Да? Да. Клумиша, скотина! Дульца вырубай! Прекратить немедленно этот бардак! Немедленно было отсюда! Симон! Терпением пришел, конец! Степ, ты молодец, Волохнинскому гитару сломал. Все, накрылся медным тазом этот балаганчик. Ребята, ну гадь, че тут? Нормально. У тебя вон церепина на фейсе. Да ладно. Предлагаю это дело отметить. Помянем ретруссерс? Давай, ты ко мне к семи в театр. Так до семи кучи времени, успеем повеселиться. Поехали? Поехали. Поехали. Волохнинский подскочил ко мне, раз мне в грудах сразу. Я не растерялся, его хватает. Швырановым метров пять полетел. А ты тоже нормальный. Ты че говоришь вообще? Вырывай, шутся сразу. Ты шутся вообще видел? Нет. И на самом деле привезло еще что-то берегу. А у тебя деньги-то есть? Да, это деньги-то. У меня есть. И признайся мне, Слывки в небе печали. Я без тебе в земли, У полон и печали. Вот у тебя машина, дача есть. В институте каком учишься? Бесплатно. Какого ж тебе еще рожна-то надо? Свободы хочу, старик, понимаешь? Ездить, когда и куда хочу. Смотреть, что хочу. Читать, что хочу. Ты же и знаешь, что хочу, хочу, хочу. Живем один раз. А вот что ты видел? Это ты насмотрелся там своих западных. К Англиях, к Австриях. Нечего вообще тебя было туда пускать. Вот я тут жил, а мне и тут хорошо. Хоть у меня ни машины, ни дачи нет. Нет, Степ, ты не прав. Там у них лучше. Но и у нас тоже кое-что есть. Пошли, присоединимся. Хватит балаболить. Пойду я никуда. Домой поеду. Пойдем. 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 Как вас зовут? Люда! Люда! Что случилось, старик? Да я про театр совершенно забыл. Точно, театр же. Так возьми такси, может успеешь еще. Да не, не поеду я никуда. Я же пьян, ребята. До нового, измельченного майора. Гим, гим! Ура! 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 Ты чего не спишь такой рань? Мам, вчера ночью в больницу забрали. Ну, как там Миша? Нормально. У них в школе турнир по футболу. А как дед? Как обычно. Лорчит. А что у тебя в институте? Когда практика? В конце июня числа 25-го. И куда едете? В Владимирскую область. На Аку. Красивые места. Слушай, Сергей, дай мне сигарету. Что? Сигарету дай, говорю. Я же знаю, у тебя есть. Ну, дай, дай. Ты же не куришь. Курила когда-то. В университете. Зажги спичку. А здесь можно? Нельзя. Нельзя здесь курить. Все равно я хочу. Спичку зажги. А ты знаешь, твоему отцу нравилось, когда я курила. Он говорил, что я сигарета и похожа на одну американскую актрису. Только я не помню, какую. Не помню. А почему бросила? Вредно же. Ладно, Сергей, ты иди. Я на той неделе выписываюсь. Сигаретам не оставь и спички. Иди. Иди. Сережа! Ладно, потом. Иди. 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 Щекнуто. Иди. 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 Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты в Гаграх была? Нет, никогда. Хочешь, поехали со мной? Когда? Завтра. Ну, поехали. Почему бы нет? Поехали. Серёжа, ну, что я тебе сделала? За что ты так со мной? Вот тебе. На обратную дорогу и за комнатой. Отдыхай. Скучаешь по своей Фифочке, маменькиной дочке. Она-то, небось, не теряется. Святое место пусто не бывает. Знаю я. Рот закрой. Дурак. Все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ба! Доченька сединиться! Серега, старик! Привет! Ой, здорово! Присаживайся, выпьем завтречу! Ты откуда здесь? Я отдыхаю, с практики смылся. Молодец! Танюша, познакомься, это мой лучший друг Сергей. Сергей и Танюшка. Очень приятно. Хорошо, что я тебя встретил. Такая скукотища здесь. А ты где обитаешь? Комнату снимал неподалеку. А ты? Я здесь, в доме отдыха. И Танюшка. До встречи. Серега, можно тебе на минутку? Да, конечно. Танюшка, извини. У тебя манья есть? Рублей пятнадцать есть. А что? У меня вот только рубль. Вручай, старик. Ты что, с этим в ресторан приперся? Ну, что делать? Такая герла. Она сегодня в Москву улетает. Я думал так, бутылочку Цинандель. Она заказывает и заказывает. Заказывает и заказывает. Ну, Бог правду видит, тебя послал. Как ты, старик? Все окей. Что это там? В чем дело? А это, брат, твоя девушка? Да. Ну, извини. Мы думали, она одна скучает. Какого хрена вам тут надо? Валите отсюда. Ты что, родной? Ребята, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Костя, пожалуйста, не надо. Костя! Что это? Приемник, патасоник, Япония. Бери, фирма. И не хулигань так больше. Может, хоть в червоне сдадите? Как-никак в Токио купим. Давай, езжай. Может, искупаемся? В такую рань? Ну да, а что? Ну, давай. Ух. Да! Ух. Тихо. У тебя билеты обратно есть? Нет. И денег нет. А как ты добираться собираешься? Часы загоню. У них тут с часами напряженка. Слушай, Серега, а как ты думаешь, что с нами будет лет так через 30? Ты будешь послом в Великобритании, а я буду учителем где-нибудь в Бобруйском. Не, ну это, конечно, неплохо, но я не об этом. А о чем? А я сам не знаю. Знаешь, Кость? М-м. Я ведь жениться решил. Да ну на ком? На Люде Белецкой. Помнишь ее? Помню. Ну что, серьезно? Серьезно некуда. Ребенка ждет? Да нет. Не в этом дело. Поздравляю, старик. Слушай, так можешь ты мне тогда жениться? Как тебе, Танюшка? Супер. Отец – министр просвещения РСФСР. Пятикомнатная квартира на улице Горького. Занималась бальными танцами и каратэ. Как тебе, невестушка? Здорово. Все. Я решил. Что? Сыграем свадьбу в один день. Люд, привет. Привет. Как ты? Нормально. Отдыхали где-нибудь? Под Ленинград с родителями ездила. А я вот в Гаграх был. Понятно. Увидеться надо? Увидеться действительно надо. Я по твоим домам. В телефоне-автомате. Хорошо. Я сейчас выйду. В телефоне-автомате. А что там есть? Привет. Привет. А ты изменилась. Это тебе кажется. Просто прическа новая. Где говорить будем? Здесь. Давай здесь. Десять. А то можно было пойти куда-нибудь. В кафе, например. Что-то ты меня раньше не очень-то в кафе приглашал. Помнишь, как мы с тобой расстались на практике? Помню. Я вообще всё прекрасно помню. Так вот, я прошу тебя, выходи за меня замуж. Серёжа, мне нужно тебе кое-что сказать. У меня будет ребёнок. Что? Я жду ребёнка. Я на втором месяце. И кто же? Я его знаю? Да. Ты его прекрасно знаешь. Серёж, это Стёпа. Стёпа? Понятно. Ты очень обидел меня, Серёжа. Мне было так плохо. Ты его любишь? Наверное, да. Да. Он совсем другой, чем представляется вам всем. Вам всем, говоришь? Ну что ж, пока. Ну что ж, Норбеков, будем готовить приказ о вашем отчислении. Нам в институте пьяниц и дебоширов не нужны. И что же вы будете делать? Позвольте полюбопытствовать. В армию пойду, как положено. Согласно советской конституции, исполнять свой почётный долг. Будем готовить приказ. Идите, будьте здоровы. И вам не хворать. А вы ещё и хан в придачу, как я погляжу. Так воспитали. Привет, Серёга. Привет, Серёга. Здорово, Серёга. Привет. Как дела? Ничего. 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 Ты какой-то не такой. У тебя случилось, что ли? Понимаешь, Костя? Мать у меня тяжело больна. А что с ней? Рак желудка у неё. Она ещё ничего не знает. Прости, только мне сообщили. Сегодня утром. Слушай, Серёга, так может лекарство пробить в больницу? Я отцу скажу, он может. Да не, Костя, спасибо. Она и так в хорошей больнице, и лекарство нужно есть. Дед всё устроил. Слушай, я вот что хотел. Молодцов звонил. Десятого числа свадьба. Почему ты хочешь, чтобы я был сидеть? Вот как? Десятого, значит? Десятого. Я говорю, ты что делаешь? Вы с Серёгой друзья. Он завертелся, завелил. Говорит, я её с первого курса люблю. У меня любовь с первого взгляда, тыры-пыры. И она меня полюбила. Да врёт он всё. Как его можно полюбить? Ты его видел? А вот это он не видал? С волочугой оказался похлеще Волокницкого. Кстати, Волокницкому пятнадцать суток дали. Нет, ты не думай, Серёга. Я туда не пойду, я с ним за один стол не сяду. Ладно, пойду. Давай. Ладно. Привет, Серёга. Какими судьбами в наших краях, что решил отдохнуть после трудов праведных? Да. Ну что, Москва-то стоит? Да вроде бы. Вот ваш чай. Здорово, Серёга. Здравствуй, Клава. Лариса, когда Ларису-то из больницы выписывают, то мне домой пора. Комнату надо прибрать. Запасы на зиму сделать. Долго мне ещё тут торчать-то? Вот приеду в Москву, пойми, не Бог, не буду ходить к вам. Сами свою грязь вывозите. Поступай с миром. Отдыхай. Какой отдыхай? Варенье пойду варить. Серёга, а ты сходи в сельпу за сахаром. Я туда не потащусь. Не девочка. А ты знаешь, как Чингисхан покорил Хорес? Его солдаты засыпали все каналы, по которым вода шла в город. Вот так просто. Серёга, ну иди ко мне. иди ко мне. Ну что? Умерла? Обязательно съезде. Мой город. Город ветров. Ради меня и Варки. Там очень красивый восход солнца. Мишка! Мишка! Ты сегодня на тренировку идёшь? Ага, к шести. У меня к тебе просьба. Ну? Сядешь на сто сорок четвёртый автобус, доедешь до Тёплого Стана. Вот адрес. Мальчик, а тебе кого? Мне Люду. Люду? Люда! Да? К тебе пришли. Кто? Мальчик какой-то. Люда. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей просил вам передать. Это что? Это мамин. А, да, ещё Сергей просил. Ну и я сам тоже. Поздравляю. Спасибо. А как мама? Мама умерла. Извините, а где здесь автовокзал? Ну там, за углом и туда направо. Спасибо. Здравствуйте. 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 Здравствуй. До города Ветров довезёте? Куда? Город Ветров. А я сказал, а оборудование будет? А ты знаешь сколько километров отсюда? 200 километров. Сюда 400 километров. А парзан не что? Нет. Тебе никто не повезёт туда. Даже не думай. Спасибо. Спасибо. Будь здоровы. Будь здоровы. Будь здоровы. Будь здоровы. Здравствуйте. Будь здоровы. Будь здоровы. не надо в город ветров я заплачу откуда сам-то братан из москвы кортка у тебя хорошая фирменная фирменный супер раев хороша не жалко добавь еще 20 рублей поехали годится поехали а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok